Итак, всем привет. На днях мы с другом решили узнать, как устроен формат реального PNG-изображения, то есть как устроена картинка, из каких блоков она состоит, из каких байт она состоит, как его, собственно, читать, записывать и так далее. Для этого нам потребовалось скачать программку так называемого HexRedactor, то есть программа, которая позволяет открывать файл в 16-ричном виде и, собственно, читать его исходные данные. Но все эти программы были либо платными, либо, соответственно, не крякнули, то есть нам нужно было качать всякие пиратские версии, но это, честно говоря, гигавлом, поэтому мы не стали париться и накодили эту программу в Майнкрафте. Собственно, она вот перед вами, вот такая. Она открывает тестовый файл Resolution.lo, она стандартно есть в OpenComputer. И открывает его, собственно, в байтном виде. Значит, как все это дело устроено? Примерно по центру экрана у нас открывается байтовая интерпретация файла, а чуть правее открывается его буквенная интерпретация, то есть вы способны читать буквенный аналог вот этих байтов. Собственно, что мы можем с этими байтиками делать? Мы на него кликаем, мы можем его выбирать. Если кто-то кликнет на выбранный байт еще раз, мы можем менять его значение. Ну, допустим, введем, скажем, 4.0, нажмем кнопочку «Принять», и у нас он примет значение «Собаки». То есть мы изменили 2.0, был пробел, изменили 4.0, стала «Собака». То есть, грубо говоря, символ собаки имеет кодировку 0x4.0. Вот так вот. Ну, в принципе, кто в теме, тот поймет, то есть кто разбирается в этих делах, а кому нет. В принципе, просто можете поваловаться с этой красивой программкой, короче говоря, на любом случае довольно-таки интересная. С любым байтом мы можем на него правым кликом, короче, делать по нему правый клик. Мы можем снова нажать кнопочку «Редактировать», мы можем инвертировать его значение, мы можем вставить на его место какой-либо другой байт, ну, скажем, допустим, 2.0 это будет символ пробела, вот так вот сюда вставили. Вот. И также мы можем его удалить из файлов, то есть, в принципе, если он как бы нам не нужен. По нажатию на кнопочки «Файл» мы можем сохранить наш измененный файл, но этого делать не буду. Мы можем сохранить его как? Сохранить как новый файл, допустим, как test.txt. Пусть будет, скажем, test2.txt. Нажимаем кнопочку «Сохранить», и он сохраняется у нас. Потом покажу, собственно, что он сохранил. Вот. Собственно, мы можем открыть любой другой файл, откроем давайте реальный png-файл, к примеру, test.png. У нас заранее заготовлено, нажимаем кнопочку «Открыть», и у нас открывается реальный png-шник. Вот, собственно, у нас структура самого файла. Тут с помощью колесика мыши можно прокручивать ниже-ниже-ниже, он объектив такой огромный. Вот. Это, собственно, то, как выглядит реальный png-файл, то есть реальная картиночка. Вот. Мы можем, собственно, изменить его значение и так далее. Ну, что, в принципе, можно здесь сказать? В принципе, довольно-таки простая программка, которая позволяет вам легко манипулировать исходным кодом любого файла. То есть, если, соответственно, вам это необходимо, конечно. И делать это прямую, скажем так, в некой веселой вариации прямо в Майнкрафте. Ну, соответственно, с помощью кнопочки «Файл и выход» мы можем выйти из программки и завершить работу с ней. Давайте вам, собственно, покажу, где-то хрень находится. Вот у нас папочка OpenComputers. У нас тут есть тот самый текст png, то есть мы только что открывали png-файл, вот как он выглядит. Он имеет размеры всего лишь 2х2 пикселя. А вот файл у нас где тут? Test.txt. Давайте его тоже попробуем открыть ради интереса. Так. Нажимаем кнопочку «Hex Editor». Нажимаем «Файл», «Открыть». Вводим путь test.txt. Открываем его. И, естественно, читаем вот эту фразочку по-английски. Ну, с русской кодировкой он работает не всегда хорошо, потому что русская кодировка — это Unicode, а здесь используется ASCII-2. Ой, просто ASCII. ASCII-кодировка. Вот. Поэтому некоторые русские символы могут плохо читаться. Ну, с английским всё нормально, по крайней мере. Вот. Собственно, давайте что-нибудь введём сюда снова. Допустим, 60... 65... 65. Нажимаем кнопочку «Принять». У нас символ заменился на буквку «Е». Вот так. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Он сохраняется. Выход. Давайте посмотрим этот файлик. И, соответственно, вот у нас W заменилась на буквку «Е». Вот такая вот программка. В принципе, здесь она вам понравится. Ну, конечно, далеко не каждому она будет необходима. Но, собственно, опять-таки, кто в теме, тому она понравится. Так что всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.